Всем привет, я Влад и это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре пистолет Хатсан, пистолет PCP и это Хатсан Jet 2 в калибре 6,35 мм. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы, конечно же, помогать нашим роликам в продвижении, как еще-то. Итак, что же бросается в глаза первым делом? А то, что резервуара здесь два, два ресивера, представьте себе. И, конечно же, да, в комплекте у нас здесь вот имеется приклад, приклад съемный, сделан из ударопрочного полимера, из функций, что есть у него. Его можно менять по длине, это все фиксируется, все на нужную длину выставили, зафиксировали. Также есть и подсчетчик, он тоже регулируется, раскручиваете винт, поднимаете, закручиваете, все. Также фиксируется резиновый и рельефный тыльник. Хороший прикладец, повторюсь, комплектный, то есть все это вместе с пистолетом идет. Два магазина барабанного типа, заправочный штуцер, уплотнители и однозарядный пулевой лоток. Вот такая тоже довольно-таки, скажем, как я считаю, богатая комплектация. Об остальном расскажу дальше, погнали. Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель турецкого производства от компании Hatsan, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней стороне корпуса установлен манометр. Для произведения выстрела пистолет, конечно же, нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором, он находится на левой стороне корпуса. Вот он здесь, оп, все, да. После этого пистолет, конечно же, может стрелять. Взводить его нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет он только в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком. Для прицельной стрельбы здесь имеются стандартные прицельные приспособления, и сделано это все довольно-таки интересно. Помимо того, что мушка целик, они оборудованы фиброоптическими нитями, и кроме того, что они вовсе еще и складные, целика здесь два комплекта. Сейчас объясню, в чем дело. Итак, целик, который находится вот здесь, поднять его я не могу, увы, из-за того, что установил дополнительную оптику. И да, конечно же, здесь есть такая возможность, потому что тут имеется планка ласточкин хвост 11 мм, куда вот можно ее уже и установить. Но в комплекте она не идет, ее нужно купить отдельно. У нас в магазине, конечно же, оптика имеется, и выбор большой. Ровно как отличные специалисты, поэтому заходите. Итак, возвращаемся, собственно. Я хотел рассказать вам о том, вот здесь, по сути, это как бы мушка-то одна, а целика два. Почему так? А потому что вот этот целик нужен, если пистолет без приклада. И здесь прям есть картинка. А вот этот целик, когда пистолет уже с прикладом. То есть все, довольно-таки простое пояснение, но я посчитал, что об этом тоже нужно рассказать. Длина изделия 380 мм без приклада и 625 мм с прикладом. Длина ствола 200 мм, объем каждого ресивера 40 кубических сантиметров. Вес пистолета без приклада килограмм и 90 грамм и полтора килограмма с прикладом. После возвращения пистолета к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 210 метров в секунду. Но на территорию России пистолеты, конечно же, поставляются в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для его покупки специальные документы не понадобятся. Приходите и покупайте, или же делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть, конечно же, 18. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на этот замечательный PCP пистолет подходит к концу. И да, что еще я хотел бы сказать. Вот ложа здесь пластиковая, ровно как и спусковой крючок. Помимо этого, здесь на двух сторонах имеются планки Viver 22 мм, куда можно установить лазер или же фонарик. Опять же, добавляет вариативности, что безусловно круто и лишним явно не будет. Ведь хорошо, когда есть возможность что-то установить, чем когда возможности нет, а желание есть. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok